Светлана Абрамова 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 Вот как бы тут вот мужчины, они будут на высоте. Плюс, опять же, это год, когда очень важен наш имидж. То есть тут даже вот как бы сам Новый год, сам момент встречи Нового года, тут надо будет обязательно себе какую-нибудь новую вещь приобрести, что-то такое яркое, нарядное, красное, оранжевое, жёлтое. Вот как-то, опять же, привлечь к себе внимание. Вот, может быть, как-то экстравагантно выглядеть. Это всё, опять же, одобряется очень. Очень. Вот. И вообще, как бы в этом году, чем мы, называется, ярче и наряднее, чем вот у нас этого куража больше, тем, в общем-то, лучше мы этот год проживаем и как бы подходим именно к тому, что вот осуществить именно вот эти вибрации этого года. То есть как бы пойти петуху навстречу. Да, вот как бы он такой весь вот всегда вот он взлетает на плетень, он громко кричит, он заявляет о себе, это всё не возбраняется. Тут главное, что было бы потом что сказать, после того, как ты прокукарекал. Ну, понятно. О моменте встречи Нового года, вот вы сейчас упомянули, что нужно быть желательным, быть экстравагантным, ярким. Это именно 29 января, мы-то привыкли к 31? Нет, 31. Это как раз 31 на 1, вот в нашу новогоднюю ночь, вот это вот как раз вот и стоит. Потому что хоть по восточному календарю он наступает 29, но вообще-то как бы новогодние тенденции Нового года, они уже отслеживаются, вот три месяца до него ещё, как бы можно их уже представить. Потому что, как бы, например, опасность этого года, это всё равно будут как бы взрывы и пожары, да. И даже вот то, что их количество увеличилось, вот тут вот было как бы... В преддверии, да. В преддверии этого стало гораздо больше, это уже тенденция наступающего года. Поэтому здесь как бы стоит проявлять бдительность, даже, например, в плане покупки фейерверков и вот всевозможных вещей, которые связаны с эллиминацией, с чем-то таким. Потому что будет очень много некачественной продукции. Лучше себя ограничить. Да, не то, что ограничить, просто не как бы покупать дешёвые вещи и следить за тем, чтобы это всё-таки было как-то исправно и как бы разумно к этому вообще подходить. Потому что это всё-таки наша собственная безопасность. Плюс как бы то, что касается вообще вот как бы января месяца, вот как бы всплеск, опять же, террористическая активность, он будет вообще по всему миру проходить. И вообще как бы у нас этот год, он как раз последний вот в плане того, что будет много терактов, там как бы вот все вот эти как бы такие вот... Встряски, потрясения мировые. Да, они будут ещё продолжаться, как это было в прошлом году, вот эти как бы продолжаются эти тенденции. Но, в принципе, это последний год, когда это вот будет так много. И да, и как бы вот все вот эти вот вещи, связанные с этими моментами, они как-то будут по-другому, там, изменится законодательство в некоторых странах, там, как-то, в общем-то, их так смогут ограничить в своих проявлениях этих людей. И, в принципе, как бы, ну, считается, что вообще годы петуха – это годы, когда многое тайное становится явным. То есть, возможно, что даже будут перекрыты просто-напросто каналы финансирования. Всех этих организаций? Да, всех этих организаций, просто-напросто. И как только это произойдёт, ну, собственно говоря, им не на чем будет больше функционировать. Вот так вот. И, как бы, плюс ещё это год, когда во всём мире, опять же, будет всплеск творческих каких-то вещей. То есть, могут выйти новые фильмы очень интересные, могут появиться какие-то вот такие вещи, которые всколыхнут, опять же, общественность, и которые поставят мир, ну, как бы, покажут мир в каких-то ярких красках. То есть, мы все уже устали от того, как всё сложно и как всё тяжело, а тут будет вот такой вот, как бы, вариант, при котором вот опять всё так нарядно, всё так здорово, опять же, как хвост петуха. Какое на него красивое бывает. Вот пусть это иллюзия, но вот в этой иллюзии мы сможем этот год прожить. И фактически, вот если брать ту же самую новогоднюю ночь, вот с 31 на 1, это год, когда надо обязательно загадывать желание. Там сбудется, не сбудется, неважно. Какое-то конкретное материальное, чтобы оно вот... Любое, любое. Петух, он вообще птица мечтательная, понимаете ли? И он вот всегда, вот он вот... Он провозвестник утра, он провозвестник чего-то всегда нового и красивого, как ему кажется, понимаете ли? Почему вот, как бы, вот во всех деревнях всегда петухи, вот они перед рассветом, вот они поют свою замечательную песенку. Потому что вот наступает утро, всё. Он вот самый первый это заметил, он всем об этом объявил. Вот если вы что-то первым заметили и объявили, вам будет удача в этом году. Поэтому здесь всегда надо помнить о том, что я могу, как я могу о себе заявить. Самое удивительное, что в этом году очень будет интересно, если прошлый год, 16-й год, он был сложный в плане погодных явлений. То есть каждый первый месяц наступающего нового времени года был очень холодным. То есть это был у нас июнь, это у нас был сентябрь, это уже декабрь наступил, и уже сразу у нас морозы. То год 17-й, он будет чуть помягче в плане погоды, там будет хорошая урожайность, там будут интересные даже, например, многие люди сейчас пытаются разводить каких-то животных. То, кто меньше козы называется, куры, овцы, козы, это будет успешно. В том числе, опять же, и разведение кошек и собак. Вот тоже это как бы будет обеспечивать прибыль, но тут нужны только породистые животные. То есть сейчас как раз тенденция этого года, чтобы это всё было такое красивое, приличное и какое-то такое необычное. То есть чем более необычнее порода, тем как бы успешнее будет она в разведении. Чем более она такая яркая, нарядная, там какие-нибудь кошки с голубыми глазами, типа бурманской такой, вот есть вот такие, сейчас они очень модные эти кошки. Вот что-то вот такого плана, это как раз тенденция этого года. Плюс ещё то, что касается, ну вот, например, карьерных устремлений, то в этом году очень успешно будет менять работу, но опять же, это после лета, вот туда ближе к осени, там может быть просто прям карьерный взлёт у определённых людей. То есть те, кто планирует для себя занять какое-то место, заявить о себе. Надо обязательно составить яркое резюме, прям там пропиарить себя как следует, заявить о себе. Поддержка звёзд и обеспеченность. Да, да, да. И как бы здесь вот опять же, или пан, или пропал. То есть вот нужно делать такие вот шаги, причём, может, даже не заявляя, не ставя никого в известность, не говоря об этом никому ничего, вот просто я для себя решил, я это делаю. Вы понимаете, вот так вот прямо, можно сказать, идти ва-банк. Это будет всегда очень хорошо для человека. В общем, резюмира – это год таких принятий решений. Судьбоносных, можно сказать. Судьбоносных, он переломный. Которые можно смело шагать вперёд. Ничего не бояться, фактически. Общие тенденции года мы услышали. Для отдельных знаков зодиака и для отдельных представителей восточного гороскопа можно прийти к вам, обратиться, и вы составите конкретный гороскоп для каждого человека предсказания. Спасибо вам, Светлана, что пришли к нам в гости. Мы прощаемся с вами. До следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова